Предприятие выбрано для встречи не просто так. На примере деревообработки можно на деле проследить тенденции, по которым идёт развитие. В первую очередь знакомство с производством мебельного цеха и продукцией магазина. Здесь промышленники абсолютно различных отраслей. Это и машиностроители, это и лифтостроители, это и смежные отрасли. И на текущий момент мы должны находить среди наших предприятий те точки соприкосновения, где они могут быть полезны друг другу. Проведение таких ассоциаций – это очень важно, и это позволяет и сблизить позиции, и найти точки совместного сотрудничества. Каждый руководитель промышленной организации прошёл долгий путь развития и преодоления трудностей, а значит, взаимный обмен информацией точно на пользу участникам. Ключевые темы – работа Фондок в условиях санкционного давления, расширение рынков сбыта, рассмотрение писем об оказании спонсорской помощи. Нам нечего делить, мы делимся опытом. Постоянно при помощи нашего концерна, при помощи облсполкома участвуем в разных мероприятиях, выставках, встречах, прямых переговорах, B2B, и результат есть. Проводим здесь по рассмотрению, как Фондок выходит сегодня со сложившейся экономической ситуации, и притом принял финансово тяжёлое предприятие «Могилёв-Древ». От лесозаготовки до производства высокохудожественной мебели из массива. На этом предприятии ставку делают как на массового потребителя, так и на эксклюзивные варианты. Активно работают и над созданием новинок. Если брать начало года, то работаем с нарастающим, ну, ситуация улучшается, то есть мы уже наработали существенный ресурс, набрали новых заказов, новые рынки сбыта, которые позволяют уже нам увеличивать объёмы, даже по сравнению с прошлым годом. Фондок – флагман белорусской деревообрабатывающей промышленности. География поставок России, Казахстан, Узбекистан, Китай, Турция, Германия. Одно из старейших предприятий города держит марку уже почти сто лет. Избавлять обороты не планирует.